Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня мы отправимся в очень интересный бутик. Это небольшой концептуальный магазин. Что такое концептуальный магазин? Это когда вещи, представленные в магазине, они подчиняются определенной концепции. То есть это вещи, объединенные не столько своим характером, допустим, одежда, либо обувь, либо обувь и одежда, сколько вот некой концепции, неким видением мира. Владелец этого магазина, очень юная девушка, очень красивая. Вы ее уже видели, ее зовут Камила. Ссылку на инстаграм Камилы я оставлю, если вам что-то понравится, и вы захотите приобрести, пишите на английском языке. Камила несколько лет жила в Нью-Йорке. Могу сказать, что когда я ее встретила на улице, мы так с ней познакомились, она была моим стритстайлером, который согласился попозировать, выяснилось, что у нее есть свой магазин. Могу сказать, что то, как она была одета, было очень по-итальянски, но вообще я знаю нескольких девушек, которые жили в Нью-Йорке. Они итальянки, но жили именно в Нью-Йорке в силу своей работы, связанной в том числе и с фэшн-индустрией. И могу сказать, что это откладывает отпечаток. Вот то, как они выглядят, то, как они одеваются, отличает их. Я думаю, что стиль, который покажет вам Камила, продемонстрирует на себе, и также вы увидите ассортимент этого магазина, он очень многим близок, потому что это некая расслабленность, которая при этом очень и очень красива. Это, наверное, стиль Боху в его понимании. И вот прямо-таки ни разу я не снимала ни в одном магазине, где так здорово был представлен именно стиль Боху. Это шляпы, это обувь, которую вы сейчас увидите, это вот такие платья. Мне очень нравится, что Камила на самом деле выбирает, что продавать в своем магазине. Например, вот эти ремни. Помните, я говорила, что их очень много. Но конкретно ремни, которые продаются у нее, они сплетены из натуральных волокон в Кении и потом привезены в Италию. Так же, как и сумки, тоже сделаны все вручную. Это некое тоже местное производство, но в Кении. И вы увидели, наверное, обратили внимание, на витрине я показывала вязанные крючком вещи. Это то же, что вяжет ее подруга, итальянка. И это очень все в концепции вот магазина. В магазине есть также сопутствующий товар. Это различные ароматические свечи. Это все для домашних питомцев. У Камилы очень, очень милый домашний питомец. Он был сегодня большой молодец. Спокойно ждал, пока мы снимали. Кстати, когда я увидела Камилу, она была одета как раз-таки вот в это белое платье. Вообще, за всей простотой подобного стиля, стиля Боху, стоит, конечно, большая фэшн-смелость. Потому что носить такие расслабленные вещи, тем более делать это красиво. Вот, кстати, жакет, связанный крючком ее подруга. И потом вы увидите, так же я покажу вам, накладные воротнички. Представляете, как здорово. На черный свитер можно надевать, меняя их и подбирая по цвету. Их можно носить, опять же, поверх свитшоты. Мне кажется, тоже будет очень здорово. Это платье из индийского шелка. Подобные платья мы с вами видели прошлым летом. Они могут быть в качестве чуть лучше, как в данном случае. Чуть похуже, если мы встретим их на рынке. Для меня подобный стиль в одежде, конечно, очень сложный. Также еще и потому, что его, безусловно, нужно уметь носить. Вообще, я поняла, что как бы мы ни одевались, одежда должна нам подходить. Мы должны в ней себя ощущать комфортно. И вот если мы ощущаем себя в ней комфортно и органично, мы умеем ее носить. Что бы то ни было. Микрошорты, мини-юбка в 50 лет, либо очень элегантные ансамбли и наряды. Вот так же со стилем Бохо. Но для меня стиль Бохо, повторюсь, в силу того, что он очень свободный, он очень многослойный. Более того, вещи в подобном стиле крайне сложно найти, а качественные вещи в подобном стиле найти сложнее в несколько раз. Поэтому для меня это очень и очень непростой стиль. И я очень рада, что у меня появилась возможность заснять подобную одежду. И что есть возможность посмотреть эту одежду на такой красивой модели. Камила очень юная, ей всего 31 год. Цветные носки, сережки с бахромой и большое количество подобных аксессуаров, которые, безусловно, намекают на ручной труд, либо являются продуктом ручного труда. Вот такие бусы, цепочки, очень часто бисерные нити являются, безусловно, отличительной особенностью стиля Бохо. Когда делаешь первое видео в каком-то магазине, я даже Камиле сказала, это самое сложное видео. И, как правило, оно не самое лучшее из последующих, которые ты снимаешь. Нужно приноровиться, нужно узнать друг друга, нужно понять, как падает свет, где лучшая локация. Но вот уже на монтаже я вижу, что видео удалось, и думаю, что в следующий раз, когда мы будем снимать, это получится вообще интересно. Потому что сегодня, если честно, мы забывали об аксессуарах. Мы забывали о сумках, также о шляпах, потому что, повторюсь, первая съемка, она всегда самая волнительная. Платье-халат с несплошной застежкой, их много в магазине. И следующий комплект – это брючный комплект. Вот он мне очень понравился. Посмотрите, как по-летнему, как расслаблено и как при этом красиво. Такой комплект наверняка у многих будет ассоциироваться с пляжным отдыхом, с прибрежным городом. Но могу сказать, что это очень городской комплект, также за счет обуви, которая сегодня на Акамилле. То есть это не открытая обувь. И это прекрасный комплект для путешествий по жаркой Италии, для, допустим, туристического отдыха. Потому что я знаю, для многих большая проблема, в чем отправиться именно на туристический отдых в такую страну, как Италия, которая богата действительно интересными местами. Вот эти воротнички накладных очень много. Они разные, в самых разных цветах представлены. Эту подборку мы сделали максимально летней. У нас становится все жарче и жарче. Поэтому основной герой показа – это летнее платье, либо летний сарафан. Но подобные вещи прекрасно носятся с еще одним слоем одежды, с удлиненным кардиганом, с джинсовой курткой, либо с рубашкой, либо с паркой. Как раз-таки на Акамилле была парка, когда я ее встретила. Посмотрите, какой красивый городской образ. Вы знаете, что цветные носки – моя слабость. Я рекомендую всем обратить на них внимание. Опять же, с казаками будет здорово смотреться. Вот такое яркое чулочно-носочное изделие. Вот к таким ботильонам подойдет, безусловно. Опять же, если вам нравится стиль Боха, вот такие приспущенные гольфы, либо носки яркого цвета, либо однотонные, помогут вам создать правильный образ. Следующее платье. Очень простое, очень красивое. Посмотрите, как женственно, какая прекрасная альтернатива брюкам. На самом деле, мне очень понравилось, что у Акамиллы в ассортименте не просто в основном платье, а практически одни платья. Я увидела две пары джинсов и как раз-таки брючный костюм, который она уже примерила. Все. Остальные вещи – это платье, юбки и сарафаны. Добавляем кардиган, и здесь бы я хотела обратить внимание на ключ к пониманию этого образа. Платье очень широкое, а кардиган достаточно однозначно свисает. Помните, недавно в одном стриме меня спросили про многослойность. Если много слоев вещей, которые вот так однозначно обтягивают и свисают, это не всегда будет красиво. И посмотрите, какой интересный пример, когда платье очень объемное, а вещь сверху как будто бы чуть меньше. Посмотрите, насколько она структурирует весь образ. Очень интересный образ. Это один из моих любимых именно в этой примерке, потому что он кажется очень простым. Но есть определенные законы, по которым его можно собрать и повторить. И еще одно платье с шляпой, которую мы не забыли использовать в примерке. Платье с асимметричным подолом. Это платье тоже мне очень понравилось. Это более осенний уже лук. Сюда, конечно же, просится верхняя одежда. Точнее, не просится, она будет хорошо здесь смотреться. Посмотрите, образ замкнутый. Цвет обуви совпадает с верхним элементом. По цвету в данном случае это шляпа. Если бы не было шляпы, это мог бы быть шарф. В этом случае он бы хорошо сюда подошел. Это могли бы быть сережки, тоже вот такого коричневого цвета, как цвет обуви. Замыкать образы. Это очень простой способ получить красивый и гармоничный комплект, ансамбль. Следующее платье. Его можно носить с поясом. Мы его добавили. Можно носить без пояса. Рукав, фонарик. Очень красивый образ. И здесь тоже важно понимать, что обувь делает все эти образы. Те же самые платья с балетками, либо с сандалиями смотрелись иначе. Не хуже и не лучше. Они бы просто смотрелись иначе. Если вам нравится стиль Боха, то, безусловно, подобные обувь, сапоги должны поселиться в вашем гардеробе. Ну что ж, я благодарю Камилу за прекрасную примерку, за прекрасный бутик. Мои комплименты Камиле. Мы обязательно к ней вернемся. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем прекрасного настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok